Тем временем в Иркутске покупатели жалуются на то, что с полок стали пропадать некоторые местные молочные бренды. Действительно ли в городе не хватает молока и связан ли дефицит с эпидемией среди коров, выясняла Дарья Эйвазова. Полупустые корзины для молока и пробелы на полках со сметаной, творогом и йогуртами все чаще встречаются в супермаркетах Иркутска. Нехватку молочной продукции горожане стали замечать еще на выходных. При этом нельзя сказать, что молока совсем нет. Но ассортимент меняется. Почти исчезла молочка от местных производителей. Сейчас на полках иркутских супермаркетов в основном представлена продукция из других регионов. Например, из Алтайского, Красноярского края, даже из Подмосковья. При этом некоторые бренды здесь были представлены и ранее, но также появляются новые производители. Куда лучше ситуация в небольших магазинах и на рынках. Но и там среди местных и фермерских товаров все чаще стали появляться новые бренды. Так как некоторые иркутские производители временно не поставляют товар. До 15-го числа он не работает. По каким причинам, я не знаю. Но сейчас заменяются, есть местные производители, нукоты, барнаульская. Но не хватает на город. Одной из причин локального дефицита может быть узелковый дерматит. Под карантин попадали и местные фермеры, и иркутские производители. Впрочем, на мясных полках пробелов нет. Однако в целом, по данным регионального минсельхоза, Иркутская область недополучит почти 15 тонн молока и около 2,5 тонн мяса. Правда, это всего 1,5-3% от общего объема производства. Компенсировать нехватку будут за счет появления новых ферм внутри региона и завозной продукции. Но последнее может негативно сказаться в долгосрочной перспективе. Стратегически это, конечно, большая проблема, потому что потом очень трудно будет нашим местным производителям убрать, вытеснить с рынка вот эти вот замещающие продукты. И вторая проблема, мы проводили тут небольшой опрос, ну, так, между студентами, да. Очень многие сейчас просто боятся продукции наших местных производителей. И вот этот тренд достаточно долгосрочный, потому что люди, которые напуганы сегодня, они быстро обратно не перестроятся. А значит, в случае с молоком все чаще будут выбирать продукты из соседних регионов. С мясом еще проще. Вместо говядины люди станут покупать, например, свинину. Дарья Эйвазова, Андрей Назаров. Новости по будням.